Не было бы счастья, да несчастье помогло. Несколько лет назад дочери Читы Маковка врачи поставили диагноз – пищевая аллергия. Обратившись к докторам, решили таблетки и строгую диету ребенка заменить на перепеленное яйцо. Вот в этих клетках у нас самые маленькие, это грудерные ящики. Здесь поддерживается температура нужная, там всего 5 суток, то есть у них появляются крылышки уже. Фермеры начинали с двух десятков птиц. Сегодня в хозяйстве их полторы тысячи. Перепелятник строили сами. Оборудование сконструировал глава семейства. Куплена сетка, естественно, вот пометоуборочные ленты у нас все автоматически сделано. У нас автоматическая система паения, то есть помет убирается. Кнопочку нажал двигателем, все это чистило, сколько вынести надо. Инициатор создания перепелиной фермы Дарья Маковка – самый главный помощник по хозяйству. Собрать яйцо и напоить птиц – ее святая обязанность. Начинающий фермер признается – работа не в тягость. К тому же для здоровья полезна. Мне помогает иммунитет поддержать яйца. Они такие маленькие, неприхотливые. Сырые яйца утром пью. Мне помогает. Фермеры стараются каждый месяц выводить птенцов. Раз в год покупают инкубационное яйцо в Новосибирске. Говорят, это весьма удобный товар для торговли. Оно хранится в три раза дольше, чем куриное. А для того, чтобы птицы регулярно несли яйца, нужно лишь создать им все необходимые условия. Птички требовательные, а деликатные. Любят, когда им тепло, светло и чисто. Перепеленное яйцо семьи Маковка пользуются спросом в Минусинские и Хакасии. Летом аграрии планируют перепелятник расширить, а поголовье увеличить до трех с половиной тысяч, чтобы экологически чистый продукт поставлять в магазины всего юга края. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.